С 2021 года в парке культуры и отдыха «Березовая роща» стартовала масштабная реконструкция по комплексному благоустройству. Ознакомиться с ходом работ 25 мая в парк отдыха с рабочим визитом приехал глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный. Встреча прошла достаточно конструктивно. Глава осмотрел то, что было выполнено в прошлом году, осмотрел площадки, которые в настоящее время уже включены в работу и будут в этом году реализованы в рамках очередного этапа. В прошлом году на территории парка была выполнена на 90% установка новой детской игровой площадки. В этом году будет уложено новое резиновое покрытие для безопасности юных дмитровчан. Но в связи с последними событиями произошла заминка с материалами, поэтому сейчас подрядчики ищут альтернативные варианты для нового покрытия детской площадки. На этот год у нас по плану устройство площадки воркаут с набором снарядов мы уже определились. На этот год у нас устройство площадки скейт-парка. На этот год у нас уже запланировано устройство детской тарзанки. То есть это такая монорельсовая дорога, на которой детишки смогут кататься. Это все уже находится в стадии реализации. В ближайшие дни подрядчик уже выйдет на площадку и начнет с этим работать. Также в этом году будет обновлено электроснабжение парка в связи с переносом нашей КТПшки. То, что было не запланировано, не предусмотрено проектом. Будет выполнена новая сцена со смотровой площадкой и небольшим кафе для посетителей. Проект реконструкции благоустройства парка также коснется и фонтанного комплекса, которому сейчас идет подготовка. Фонтаны планируют запустить в следующем году. По внешнему виду фонтанного комплекса принято промежуточное решение, что мы заменим старые купола, которые мы не могли по независимых причинам трогать. Будет выполнена подсветка определенная. Будут установлены различные элементы убранства. Сам фонтанный комплекс в настоящее время запускаться не будет. Также в рамках благоустройства планируется реконструкция существующего здания администрации парка, в котором также появится зона отдыха для посетителей. Кстати, небольшие благоустроительные работы в этом году запланированы и в парке имени Лямина в Яхраме. У нас, с учетом того, что у нас в учреждении два парка, парк березовой рощи и парк Лямина, действительно, часть высвободившихся в березовой роще аттракционов, в том числе веревочный парк, будут переноситься в парк Лямина. Потому что в парке Лямина тоже начинается реконструкция небольшая. Там будет построена скейт-парк, площадка, памп-трек для велосипедистов. А, соответственно, нам нужно наполнять этот парк развлечением для детей и для взрослых. Поэтому мы будем туда, по мере реконструкции в роще, переносить высвободившееся оборудование. Оборудование все рабочее, оборудование все хорошее, оно импортное, итальянское производство, поэтому оно нам еще послужит и поможет радовать жителей нашего района. Стоит отметить, что, несмотря на реконструкцию и благоустройство парка, здесь продолжаются различные активности для жителей и гостей города. За месяц здесь проходит порядка 48 разноплановых мероприятий. У нас ежедневно проводятся различные активности, культурные направленности, концерты. У нас каждую субботу играет духовой оркестр. У нас в этом году в выходные выступают наши КВНщики, ребята. Работают спортивные активности от управления спорта, которые нам дают инструкторов, занимаются волейбол, шахматный клуб. Растяжки, йоги. У нас начинается в ближайшее время зумба для активного долголетия. Мы работаем как можем. У нас выставки различные проходят в этом году. Но, к сожалению, мы не можем в полной мере удовлетворить потребности людей в парке, потому что частично все-таки реконструкция идет. Она будет идти в этом году, она будет идти в следующем году. Поэтому мы приносим извинения, что работаем в стесненных условиях, чтобы было дальше лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...